Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 28 апреля. Меня зовут Нагоневич Александр. И сегодня, в отсутствии Артема Деева, с вами торговый обзор экономических событий проведу я. Из наиболее важных событий, которые состоятся сегодня, давайте рассмотрим сегодня 8 часов по времени GMT. Выходят данные по ВВП от Германии. Мы ожидаем, что квартальные данные сегодня будут положительными и ВВП вырастет с 0% от предыдущего значения до 0.20%. Что касается годовых данных, здесь все также негативно и прогнозное значение на 4 пункта ниже предыдущих. Соответственно, с 1.8 мы ждем снижения на 1.4 в годовом выражении ВВП Германии. Поэтому для евро-доллара с точки зрения экономических событий сегодня не самый положительный день. Сейчас котировки находятся на уровне отметки 1.10 около этого значения. Мы ожидаем, что ввиду негативных данных евро-доллар сегодня может снизиться ниже отметки 1.10. Но это краткосрочное такое снижение, потому что глобально наиболее важное событие состоится на следующей неделе. В среду 3 мая мы ожидаем решение ФРС по процентной ставке, которое обязательно вызовет высокую волосительность на рынке. Оно и в пятницу 5 мая на Non-Farm Pellers. Глобально по евро-доллару наши цели остаются неизменными. Мы ждем в течение следующих нескольких недель евро-доллар на отметке 1.12. Из других здесь добавлю по поводу решения ФРС по ставке. Прогноз Morgan Stanley на следующую неделю именно по ставке ФРС, что ставку повысит именно на 0.25% и дальше будет пауза. С высокой долей вероятности на несколько недель. По данным FedWatch, вероятно, следующее рассмотрение о снижении ставки будет в ноябре либо в декабре текущего года. Поэтому практически весь год мы будем с вами находиться именно с этой ключевой ставкой ФРС. Также сегодня в 12.30 по времени GMT выйдут данные ВВП Канады. Мы ожидаем, что данные, это данные нужно отметить за март, будут снижаться и сейчас ожидания к снижению мы видим с 0.5% до 0.2%. Для канадского доллара, безусловно, эта новость также негативная. Сейчас валютная пара доллар, канадский доллар, котируется на отметке около 1.36. С высокой долей вероятности мы сегодня с вами увидим рост и целевое значение в рамках сегодняшнего дня может быть 1.3650. Из других тоже важных событий, которые сегодня уже состоялись, это решение о ставке Центрального банка Японии. Она осталась без изменений. Ставка Японского Центрального банка сейчас находится на уровне минус 0.1%. И очень важно посмотреть, какие заявления сделали представители Японского банка. Заявления были следующие, что ставка останется без изменений, что мы продолжим проводить мягкую монетарную политику до тех пор, пока инфляция не будет снижена. У нас были прогнозы, что доллар и японская иена будет дальше снижаться, но в рамках сегодняшних заявлений курс японской иены уже ввалился на 200 пунктов с отметки 133, но сейчас котируется практически на отметке 135 и, по всей видимости, это только начало. Мы ждем, что еще какое-то время доллар и японская иена будет расти до отметки 1.36. Также вчера мы увидели с вами достаточно важные новости по поводу банкротства банков и следующий банк на очереди. Надеюсь, у него все будет в порядке, но First Republic Bank очень сильно теряет свою капитализацию. Капитализация на рынке уже составляет менее 1 миллиарда долларов. Представители ФРС заявляют, что они никак не будут помогать First Republic Bank. У банка серьезная проблема с ликвидностью, котировки на рынке сейчас составляют ниже 7 долларов, 6.8 последнее значение было, поэтому повышение ставки может очень сильно негативно сказаться именно на курсе американского доллара. В связи с этим, конечно, мы и поэтому держим прогноз по евро-доллару на отметку 1.12, потому что эти события взаимосвязаны и, как уже сегодня отметил, наиболее важные события состоятся на следующей неделе. В рамках сегодняшнего дня, да, можно рассмотреть позиции по доллару канадскому доллару, по доллару японской иене и по евро-доллару на кратковременное снижение, но учитывать, что это снижение будет именно в рамках сегодняшнего дня. На следующей неделе все может развернуться и измениться. Это были все наиболее важные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok